всем привет сегодня 2 декабря если вы смотрели предыдущие видео знаете вчера я варила три партии мыло значит детское мыло с желтой глиной и мыло клубничное будем по очереди нарезать вот я вытащила мыло из формы такой брусочек наверно сразу его взвешу посмотрим сколько сколько мы там наварили килограмм 870 грамм это хорошо будем раскрывать бумажку вытаскивать нашему видите ждала вас ничего не открывала будем вместе это делать бумага иногда хорошо отходит а иногда не очень поэтому надо потихоньку может даже порваться ничего страшного эта бумага это не смертельно будем вытаскивать у нас детское мыло мыло с нуля холодным способом прошли сутки варила я его вчера с утра вот и будем потихоньку его приводить чувство натур продукт без парабенов силиконов слс и т.д. и т.п. мыло застыло прошло стадию геля я за ним тихоря наблюдала или она проходит гель прошло молодец значит мы сделали все правильно бумажка нам уже не нужно с этой бумажка я уже сварила два раза мыло поэтому мы ее можем спокойно выбрасывать вот наконец-то вот эти кусочки я поздираю они нам не нужны вот смотрите какой кусок мыло получился вот такой красавчик бумажку выкидываем немножко пошуршу так 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 эту лишнюю мы тоже убираем которая прилипла к нам почему-то она к нам прилипла не хочет никак вот мыло отстать я его так аккуратненько срезаю это нам не что видите мыло полностью застыла твердая хорошая сейчас будем его резать смотрите кусок большой стусло не влазит я его буду резать на три части приблизительно вот таким образом режется хорошо вот на срезе имеет такой вид ровненько и все смотрите красиво да мыло у нас будет зреть минимум четыре недельки я буду за ним смотреть поэтому вот какая красота вкусно пахнет пахнет натуральным мылом быстренько сейчас порежем брусочки и сложим в коробочку вот берем первый ставим стусло и пробуем режется как по маслу вот такая красотища наверно буду его сразу складывать в коробочке вот у меня есть такая модная коробочка называется киттикет с телятиной в соусе это самые модные коробочки для мыловара я вам хочу сказать да не у всех они есть поэтому будем складывать в новомодную коробочку вот таким образом буду его пока ставить но я наверно 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 сейчас я посмотрю нет не буду в коробочку ставить буду ставить сюда потому что наверно сразу про штампую так как мыло я смотрю хорошенько застыла и если я его оставлю вот такая красота и теку беленькая светленькая она сильно затвердеет высохнет и я тогда не смогу штампики поставить будет очень неудобно поэтому лучше сразу бывает нарезаешь мыло но еще такое живое и надо ему дать время подсохнуть а в этот раз вот такая красотища у нас получилось с вами такой кусочек я не буду разрезать оставлю следующий брусок специальный нож для резки мыла я не покупала он стоит около 100 гривен может сейчас и дороже я уже не смотрела у меня есть такой обычный нож вот такой кинжал он отлично режет а тратить деньги на специальный нож и так кучу прибамбасов надо для маловарения это так кажется маслами и щелочью не обойдетесь кстати у меня закончилась щелочь я сейчас у мальчика заказала буду ждать щелочь и доваривать свои масла этот кусочек такой будет увесистый оставим его таким 140 грамм хорошо и поэтому придет мне свежая щелочь я доварю все свои масла выварю и наверное сделаю небольшой перерыв с мылом потому что я уже как бы немножко подустала у меня есть ассортимент вот новая наварила будет зреть поэтому будем делать паузу рекламная пауза и дегтярного у меня много есть и вот детского что распродастся это мыло потом сварим свежие вот такая красотунька у нас получилось с вами вот все детское мыло мы нарезали потом будем резать желтая и клубничная это у нас золотое и что там получилось узнаем из следующего видео всем спасибо за внимание будем готовиться ко второй серии пока пока